уважаемые зрители я приветствую вас сегодня пятница и вы посмотрите я иду на прогулку но представьте какой видишься долет и вот так дорогие друзья всюду всюду лед но мы сейчас пойдем такой дорогой где посыпали песочек кажется вот такая погода вы знаете я вчера вечером пошла домой вышла из офиса и то ли у меня кончики этих башмаков зацепились за перекладинку не поняла я в общем я упала на крыльцо на левую руку а вообще дорогие друзья я стараюсь сейчас тренироваться почему потому что представьте вот люди в возрасте идут вот так по льду ну всех разная необходимость я вот работаю например и вдруг я падаю и очень ужасные переломы да и у молодых и у пожилых у всех могут быть теоретически поэтому дорогие друзья я тренируюсь я каждый день делаю гимнастику такую немного силовую по 20 упражнений по 20 раз каждое упражнение и хочу сказать что чем эта гимнастика она полезна тем что вот если мы просто сидим или лежим на диване потом мы стали куда-то пошли у нас тело скованное ленивое в общем какое-то знаете ну может быть даже в какую-то минуту мы неправильные действия можем делать при падении неправильно сгруппируемся или не сгруппируемся совсем а когда человек занимается упражнениями физзарядкой ежедневно в определенное время по 10 минут 15 не можно не больше то все наше тело все наши сосудики все расправляется все все не нервы нервишечки эти все окончания все у нас прекрасном состоянии вот обратите внимание когда делаешь зарядку после того ощущение такое как будто ты вообще помолодел легкость такая я вот сейчас иду у меня ножки вообще вот на эти ну как сказать ну просто как будто я не знаю мне лет двадцать пять наверное ну примерно а ведь придется еще видите вот поэтому льду сейчас идти ой вот такое вот в общем я советую готовиться или не выходить совсем такой гололед на улицу или просто заниматься чтобы быть физической хорошей форме заниматься физкультурой не переусердствовать так чтобы мышцы болели а просто по 10 по 20 минут посильные упражнения можно лежа на диване стоя ну как обычно вот пионерском лагере же были знаем эти упражнения руки вверх руки стороны руки вперед потом наклоны приседания вокруг плеча эти руки крутим согнутые в локтях в локтях приседания наклоны вот типа таких по 20 раз недостаточно вот так надо перейти дорогу здесь светофора нет но есть переход так мне уступают место уступают дорогу спасибо дорогие мои сегодня пятница я все-таки решила несмотря на такой экстрим прогуляться и сегодня хочу конечно же вот пойти на обед в общем мне хочется какого-нибудь супчика вкусного такого вкусного вкусного я вспомнила что я летом была в одном тут кафе летом захотела и было очень вкусное меню я вот сейчас но это было ресторанчик такой и с летней верандой сейчас я иду туда если помещение есть это же самое но работает вот этот вот обеденный бизнес-ланч как его называют то может быть удастся перекусить я вам покажу это блюдо то эти всюду 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 рассыпали хотя бы волосы очень рискованно очень рискованно вот магазинчик которым мы с вами были новогодний симпатичный так мы подходим сейчас к ресторанчику так что дорогие мои гололед это очень опасно может быть кому-то вообще лучше не выходить из дома потому что я знаю что вот многие актеры велики вот это вот гурченко людмила гурченко вышла тоже в гололед кажется она вышла из подъезда споткнулась и и у нее там в общем шейка бедра называется у пожилых женщин шейка бедра и вот когда она ломается то потом женщина по моему обездвижена и хорошо если за ней будет тут ухаживать а если некому ухаживать так я не вижу этот ресторан тут салон ну-ка посмотрим поближе подойдем у нас вообще сейчас очень много кафе вы не представляете вот мы как будто как за границей живем очень много разных я надеюсь мне вот да есть кафе саланка есть донор кебаб то есть можно фастфуд на фастфудное что-то купить посмотрите восточная кухня доставка шашлык 900 плов 600 буртуч какой-то шаурма донор 600 сихбель кстати вот этот донор который покупала недавно мне он не понравился там очень много внутри было майонеза не понравился совсем и так дорогие друзья посмотрим сейчас дорогие мои зрители нет это была летняя кухня здесь зимой не работает ничего так куда идти в какую сторону не знаю давайте дорогие зрители сходим другое место итак дорогие друзья мы с вами зашли в кафе который называется додо пицца мне знаете было очень очень холодно очень холодный ветер продувал даже перчатки теплые и вообще в планах было хоть сходить куда-то подальше подальше там интересно было но я увидела эту додо пиццу думаю дай-ка зайду и посмотрю что же здесь есть я зашла сюда заказала мне понравилось здесь уютно светло тепло и я заказала здесь обед себе и решила вот просто здесь и покушать дорогие мои любимые зрители сейчас мы увидим что же нам принесут но дорогие мои ждать не пришлось мы не скажу что долго но подождала посмотрите для молодежи удобно можно да и не только для молодежи можно подзарядить сотку смартфон свой и подключиться к вай-фаю наверное да вот такие штучки очень удобно и но тем временем я рассматриваю и очень хочется есть и иду как как же будет выглядеть этот обед вот смотрите ну и кафе вот такое но симпатичное уютное такие светильнички над столиками очень классно его дорогие мои зрители я сама подошла я поняла что надо самим наверное пойти за заказом и подхожу подошла вот мне накладывают то что заказала на подносик ставят вот это кофе латте это вот дода пицца в общем так и в коробочке картофель фри и в пакетиках сахар еще мне дали такую палочку я подумала что эта трубочка это была длинная палочка я честно говоря не поняла для чего она вот мы не поняла вот так выглядит дода пицца на вкусная там хрустящая толстая такая лепешечка толстая такая и внутри сыр и внутри курица в общем и соуса достаточно никакого майонеза а это картофель фри и кофе латте вот такой ужин обед извиняюсь дорогие друзья но мне понравилось я очень понравился мне этот обед с удовольствием я покушала наелась и кофе приятно не каждый умеет вкусно приготовить эту картошку я вот например вообще не могу но я отличаю мне как как качественно не качественно приготовили давайте зайдем магазинчик какую-нибудь вот этот вот дом посмотрите красного кирпича вообще это очень старинный дом но его разломали года два назад и по этому же проекту снова построили но потому что он был видимо такой уже старый но историческое значение имел и в общем отойдем сейчас посмотрим посмотрите как его сделали это же верхняя облагородили кое-что изменили ну и хорошо живет а так бы старенькая стояла ветхая но хотя там кирпичи были такие крутые это сейчас здесь магазины в этом здании фабрика была в ссср давайте зайдем сейчас здесь открыто посмотрим что же здесь есть в общем можно купить все сейчас были бы деньги так доходим смотрим что-то мужское что-то мужское что-то мужское еще мужское здравствуйте вас мужское все да женское снижки так так это у нас 8000 стоит вот пуховички смотрите деним гомон коллекция так пуховички остин это одежда остин молодежная давайте посмотрим так это вот что симпатичное такое цена вот такая это у нас худи кажется да это у нас худи очень милые приятные цвет такой неолочный пока вот это штанишки 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 такие так дальше походим грузочки рукавички симпатичные перчаточки смотрите какие шапочки шапочки холточки так вот это все подростковое молодежное такое для студентиков и посмотрите какой длин ну то есть джинсовое все молодежное так цену я не вижу оторвется я люблю такие джинсы обычно серенькие смотрите классные и вот эти тоже классные так ребята сейчас очки надену так вот эти джинсы мне понравились какую цену стоят 14000 4046 размер классные такие ну а синие как они даже на зимние пойдут вот эти вот эти вот эти остин все остин вот 14000 46000 48000 видимо разный размер так голубенькие вариант или просто кто-то любит ну посмотрите такие вот книжки джинсики я например очень люблю джинсы ношу их на работу ну вот кому-то нравятся рваные джинсы ну вы знаете я дочери несколько лет назад купила такие были в моде рваные джинсы еще с вышивкой я их вообще на распродаже правда взяла голубенькие такие классные все девчонки молодые в отделе завидовали в дочери фигура хорошая была молодая она она так распихвалась казалось что-то в ее стиле рваные джинсы они были вообще в вышивке в ришелье и немножко рваные чуть-чуть такая мода все с ума сходили вот такие вкусы разные у нее более классический вкус а я бы одела если бы я юная была бы и рваные бы одела с удовольствием вот такие штанишки смотрите какие симпатичные так а вот кто любит вот такие платья девочки посмотрите посмотрите какие платьица можно на Новый год надеть на вечер в ресторан на вечеринку посмотрите какие платьица это как раз молодежное платье это такое что вот у нее еще оборочка такое платье можно несколько раз носить вот удобно тем что слишком дорогое студент не может себе позволить и оно потом будет валяться а так купила и на новый год и на день рождения можно шутка сыночки шарфики классненький магазинчик еще мужская коллекция так а это что такое так это труселя нижнее белье симпатично все видите какие носочки носочки все это подарочки нужно подарить смотрите оригинально что такое подарок или шарика это труселя вот куртки так а куртка почем курточка почем размер л 24000 ну в принципе нормальная цена ну не 70 не 50 легкая такая и кажется зимняя толстенькая хорошая куртяжка а вот еще платьицы эти смотрите классные такие все ипотично вот пуховичок тоже женский такой кто любит черное 24 тысячи 44 размер размер не знаю европейские это 44 с это с так на вид оно знаете не как 44 это размеры европейские да 44 он на вид а ну такой как будто оверсайз наверно что ли в общем смотрите какой тонковатый такой симпатичный можно купить посмотрите какие курточки такое все классненькое такой приятный магазин ну дорогие друзья все надо идти любите ли вы бывать в магазинах я например очень люблю я например очень и очень люблю бывать в магазинах и так дорогие друзья надо как-то сойти с этого крыльца и не упасть вот уже мы когда выходили же был песок сейчас уже не вижу этого песочка может быть здесь не посыпали вот посмотрите вот так вот иду иду лед лед можно на коньках кататься ну в общем дорогие мои друзья советую заниматься физическими упражнениями посильными чтобы ориентироваться в пространстве чтобы тело слушалось вас и тогда если вы будете на улице вот так идти в экстремальных ситуациях вы будете управлять своим телом поэтому советую если ленились летом то сейчас как раз для безопасности нужно позаниматься что за дядька ну дорогие друзья прогулка окончена сегодня пятница до новых встреч заходите на мой канал рассматривайте вещички которые мы сегодня в магазине с вами смотрели что-то студия обуви смотрите милана ну как-нибудь зайдем сюда здесь много у нас множество тут ну вообще как будто в париже живем наверное это вообще невозможно было представить в ссср был вот цум вот там вдали вон видите цум все а здесь вот еще вот этот оранжевый магазин в моем детстве назывался московский магазин а вообще до революции я уже сто раз говорил вам что здесь купец продавал скобяные товары которые были очень популярны так нам уступают дорогу дорогие друзья переходим переходим да 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 не сигнал я же блин вот они сигналят так как будто бабульки должны просто бежать если я побегу я упаду споткнусь по скользкой дороге вот не люблю когда эти вот водители начинают сигналить ну каждый идет же по мере своих возможностей что бегать то по льду так и вот этот магазин был до революции там скобяные товары ведра вот эти баки разные продавали это же очень востребованная была посуда тогда металлическая пластика то не было вот а после революции здесь продавали ну как типа детский мир одежда детская была половина зала мальчуковые вещи были и половина зала были для девочек и вот мне помню пальто здесь покупали зимние но не купили потому что к нам подошла женщина и говорит а какое вы пальто хотите купить а мама честно говоря мы шубку хотели бы она говорит ой у меня есть такая шубка дочка выросла очень хорошего качества такая дама вся приятная во всех отношениях и мы пошли к ней домой я запомнила что у них почему-то был сиреневый пол все дома так симпатично благоустроена квартирка открыт балкончик на улицу дерево так легко люди жили ничего лишнего и вот я запомнила что сиреневый пол и она достает серенькую шубку и мы купили я в этой шубке в серой долго-долго ходила она действительно была такого качества хорошего как ее овчинная шубка гладенькая цигейковая действительно ну без шапочки конечно ну шапочку мне мама отдельно купила но я запомнила что я перемирила в этом магазине множество пальто и я как-то в них не смотрелась вот как-то пальто мне не шли что ли то ли то ткань тонкая была я уже измучилась и говорю мам ну ладно пойдем домой потом купим и вот тут женщина подходит предлагает шубку ну мы я была очень рада вот дорогие друзья такая сегодня прогулка с воспоминаниями с обедом и с магазином посещение магазина всего доброго пока-пока